В 2017 году проект Центральной городской библиотеки стал одним из победителей конкурса социальных инициатив благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Он называется «Творческая хобби-студия. Фабрика идей» и предполагает проведение различных выставок, мастер-классов и встреч с художниками-рукодельницами. На счету хобби-студии несколько мероприятий, вызвавших живой интерес у горожан. Одно из них – мастер-класс Нины Басиной по плоскостной флористике. С подробностями наши корреспонденты. Сюжет для картины выбрали простой осенний пейзаж с видом на тропинку в поле. Казалось бы, три полоски – небо, поле, тропинка. На первом плане – потерявшее листву дерево. Но выполнить работу, используя только природные материалы, довольно сложно. Впрочем, ученики мастер-класса – не новички в декоративно-прикладном искусстве. Все они уже побывали на других встречах. Проект наш вызвал сразу интерес. И люди на первое занятие записались. И на второе пришли. И на третье видим интерес. Конечно, хотелось бы принять всех. И у нас были кто и обижался, потому что не попадали на мастер-классы. Но мастер, вы видите, в каком формате происходит работа. К каждому подойдет индивидуальная консультация, поможет, подскажет. К 25 человекам это как-то немножко сложновато. Действительно, такие мастер-классы – это не скучная лекция о том, что такое флористика, а совместная работа над созданием картины в этом жанре, требующая живого участия мастера Нины Басиной. Она уже много лет руководит флористическим объединением «Золотарник», выставка работ которого разместилась в том же помещении, где проходило занятие. Человеку, никогда не пробовавшему себя во флористике, сложно поверить, что эти колоритные пейзажи и натюрморты созданы исключительно из природных материалов – листьев, веточек, коры деревьев, трав и лепестков цветов. Тем не менее, по утверждению мастера, плоскостная флористика и пейзаж – вещи более чем совместимые. Лоскостная флористика и пейзаж – вещи совместимые, очень интересно получается. На мастер-классе не ожидала увидеть молодых женщин, потому что, в общем-то, как правило, больше людей, которые уже перешагнули пенсионный возраст, как правило, занимаются этой категорией. Но вот здесь увидела молодых женщин, очень удивилась и вместе с тем обрадовалась, потому что, наверное, это и должно быть так, молодые должны заниматься такими вещами, потому что плоскостная флористика – вещь необычная, малознакомая у нас здесь на севере, очень малознакомая. Поэтому не ожидала увидеть столько людей, достаточно много. Очень понравилось. Некоторые просто талантливые люди чувствуют материал, ведь здесь очень важно чувствовать сам материал, и пейзаж – это вообще такая очень благодатная тема. Насколько это кропотливая, сложная и тонкая работа, можно было понять уже потому, что для создания совсем крохотной картины понадобилось почти два часа времени. Но результатом все остались довольны. Флористика для меня – это новое направление, и эмоции, конечно, очень приятные. Я собиралась на этот мастер-класс давно еще, когда у нас весной пригласили, я готовилась, время оставила специально. Вот, ну, пришла и, как сказать, очень мне все нравится. Пейзажи у каждого получились разные, с разными оттенками, разным настроением. Настоящее произведение искусства. Заключить его в рамку – и получится вполне оригинальная и, главное, авторская деталь интерьера. Продолжение следует...